Мы продолжаем сегодня цикл открытых эфиров, которые у нас проходят каждый будний день в 11.00. Тема сегодня открытого эфира, как ни странно, циклы. Что же это такое? Вообще циклы бывают различного рода. В первую очередь это простые циклы. Простые циклы отличаются тем, что мы их не можем увидеть на самом деле. Но они на самом деле и есть. Они связаны с космосом и с микромиром. В космосе такие циклы связаны с планетами, которые двигаются вокруг своих звезд. Как наша планета, например, Земля, так же двигается вокруг Солнца и проходит свой цикл. Цикл как раз-таки день, ночь. Для нас это так отражается день и ночь. И микромир связан с молекулами, которые так же двигаются по своей траектории, возвращаясь к исходному... В животном мире и среди людей так же, когда организм появляется на свет, он начинает расти, развиваться, достигает апогеек... Своего роста, активности, и уже к концу начинает тихонечку видать. Это сложные циклы. Мы с вами проходим сложные циклы также. Бывают множественные циклы. Множественные циклы. Циклы отличаются тем, что один цикл, например, наш, проходя свой путь циклический, он создает новые циклы. Новые циклы, которые какое-то время существуют вместе со старым циклом. Ну, это самый простой пример, когда мы... ...из нас, в нашей жизни. И даже если мы их не видим, они на самом деле есть. Вот здесь хотел показать вам такую схему, где вот, например, наша жизнь, да, она... Ну, например, один день, он циклический. Нет, когда мы встаем с утра, когда мы обедаем, то есть завтракаем, потом обедаем, то есть потом идем, может быть, на работе уже мы находимся, и с работы едем домой, заходим в магазин, покупаем еду, готовим себе ужин, ложимся спать, на утро опять одеваемся, идем на работу. Вроде как-то звучит пессимистично, да, но на самом деле это так. И человек, который различает свои циклы, ну, видит свою циклическую жизнь, ею доволен, он может ничего не менять. Но некоторые люди просто не замечают того, что они находятся в одной и той же ситуации, и иногда это незнание не позволяет им что-то в своей жизни изменять. Да, круговорот воды в природе. Круговорот воды в природе, да, возможно, это... Вода ведь помогает другим циклам появляться, ведь вода по мере своего испарения поднимается в воздух, потом капает на землю, и за счет этого появляются новые циклы в виде растений. Растения растут, развиваются, и то есть создаются множественные циклы. Поэтому воду скорее можно отнести к сложному циклу, который позволяет создавать множественные циклы. Ну и продолжим. На чем я остановился, да. Ну, вот существуют различные циклы, и в нашей жизни они присутствуют. Но... О чем я хотел? О том, что дети не всегда эти циклы видят. Циклические представления у них развиваются не сразу. Об этом еще писал Жан Пиаже. Он в своих исследованиях изучал формальный интеллект, в котором говорил, что ребенок сначала поздает... ...действия в этих правилах, в этих ситуациях. Но уже после этого появляется, так сказать, диалектическое направление, диалектическое мышление. Вот, в своих исследованиях он имел в виду так, что сначала формальный интеллект, потом диалектическое мышление, которое так и отличается сериацией, классификацией, и также умением представлять циклические схемы. Но уже к концу своей карьеры он начал говорить о том, что уже в дошкольном возрасте, можно сказать, в младшем, в среднем возрасте у детей, уже существуют некие представления диалектические. И то есть циклы можно уже представлять детям, уже в раннем возрасте, показывать им. Вот. И на самом деле это так, так как ребенок, он может уже с самого раннего возраста создавать что-то новое, создавать из обычных объектов какие-то новые вещи. И об этом уже сейчас многие публикации также вещают. И в данном случае я бы хотел порекомендовать вам такую... как раз таки было направлено на то, чтобы ребенок по мере своего, по мере освоения данной книжки, данного пособия, видел, как из таких маленьких вещей, частных вещей, появляется вообще цикл общий. То, что процессы, они не могут отличаться... У меня две книжки такие дома лежат. Я с ребенком и занимаюсь, честно. Кстати, эти книжки очень ему понравились. Хотя в начале, когда я принес... Я начинал с лягушки, когда я принес эту книгу, мне казалось, что ему... ему совсем не понравится. Во-первых, ну, черный цвет, да? Ну, как-то не по-детски, как можно сказать. Но за рубежом очень оказывается уже популярный черный цвет, и многие книжечки уже выходят в таком темноватом цвете. Так, как говорят, ребенка это больше успокаивает, и он больше акцентирует внимание уже на рисунке. Ну, я думаю, что... Вот, но когда я принес, мне казалось, что ему не понравится. После того, как я принес, он какое-то время открывал его, доставал оттуда пазлики. Здесь еще пазлы есть, кстати. Я сейчас о них тут расскажу. И уже на второй день она стала его любимой. Он начал, так сказать, везде прятать свои машинки, спрятать в своих домиках, и, то есть, не расставался с нею. Очень понравилась ему эта книга, особенно вот доставать различные пазлы. Вот сейчас как раз-таки о пазлах. Пазлы — это единичные, частные такие вещи, вот такие. Вот, например, здесь пазл с икринкой. Лягушка и икринка. Ну, вот, я уже вам собрал один пазл. Здесь вот икринка, здесь вот маленький уже головастик, да, здесь уже лягушка с хвостиком, ну и в конце, конечно же, лягушка уже без хвостика. Администратор сейчас отправит ссылочку, можете по ней пройти и посмотреть, где эти книжечки, где эти пособия находятся. Администратор, можно ссылочку, пожалуйста? Серия книг состоит из четырех пособий. Как растет бабочка, как растет лягушка, как растет пацанок, как растет петушок. Вот. Обращаясь на эти пособия, можно будет увидеть, как вообще проходят циклы в жизни таких животных, как они вообще развиваются, и что процессы их взросления, они не частные, а всегда общие. И опираясь на данные циклы, ребенок уже может примерить и на себе о том, как он растет, как он развивается, к чему он вообще стремится. И на основе этого будет переходить уже к каким-то новым вещам, к новым событиям. И, наверное, уже многие знают, сейчас вот есть промокод МПАДА на сайте школы семи гномов. Китка там будет 25%, по-моему, сейчас книжечки там 250, если минус 25%, то меньше эта книжечка стоит. Мне кажется, это очень хорошая цена, вот такое пособие интересное. Поэтому, кому интересно, прямо можно сейчас нажать на ссылку, в вебинаре вы не уйдете, а вы останетесь также на вебинаре, но у вас появится новая вкладка с данными пособиями. Просто для ознакомления можно будет посмотреть, там есть картинки различные. На этом все. Так, промокод окончает. Так, у нас промокод, кстати, продлился, он сейчас до 30 апреля, здесь, наверное, старый слайд. Вот, промокод продлился до 30 апреля, поэтому пользуйтесь, пока мы сейчас находимся на вынужденных выходных. Берегите себя. На этом все. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...